Добрый день, друзья! 1 августа, день рождения Павла Олеговича Табакова, очень интересного актера. Кстати, его первое телевизионное интервью было в моем проекте «Правда 24» с подачей его мамы, Марины Зудиной, которая была у меня в гостях перед этим. Он интересный актер, многие, конечно, предъявляют ему за его политическую позицию, как его кто-то назвал «звезда митингов», что он митингует, скачет. Я бы здесь не разделял пафос Никиты Сергеевича Михалкова, который в отношении молодых актеров высказывается. Вы знаете, Черчиллю приписывают фразу «Кто в 20 не был революционером, у того нет сердца, кто в 40 лет не стал консерватором, у того нет мозгов». Именно Черчиллю и Владимир Познер, КВ «Обогреватель» эту фразу приписывал Геннадий Янаев, глава ГКЧП. Но, насколько я знаю, это другой премьер сказал, вовсе не британский, а французский. Она звучала немножко по-другому. «Тот, кто в 20 лет не радикал, у того нет души, кто в 40 лет не стал консерватором, у того нет ума». Ну, там масса есть вариаций этой фразы. Один из политических деятелей, когда к нему помощник порвался в кабинет, сказал, что «Ваш сын стал коммунистом», он сказал, что «Я не стал коммунистом», он бы от него отказался. А если он и в 26 останется коммунистом, то тогда он от него точно откажется. Это, в общем, не с массовой вариацией, песня совсем не о том, что Павел Олегович молодой еще, молодым им свойственно вот этот вот такой вот кипиш, митинги, движуха, туда-сюда, Навальный, Анальный, вот все вот эти дела. Я к этому серьезно не отношусь. Время покажет. Вот, когда хотя бы там с 40 человек подойдет, уже можно смотреть, к чему он пришел, как он понимает мироздание и стал ли он разбираться в геополитике. Опять же, песня «Соседи о том». Первое интервью Павла Табакова было в проекции «Право-24», а второй и последний на сегодняшний день раз я увидел на записи семейного альбома, которое по стечению обстоятельств стало последним интервью Олега Павловича Табакова. Оно так и представлено, это интервью на сайте «Вегатегра», последнее интервью Олега Табакова. Вот, не знаю, будет ли третий раз, поводы, как бы, поговорить есть, но точно не стану с ним говорить о политике, потому что у нас разные представления о прекрасном и нужном. Нет. Павел Табаков, он там, в отличие от некоторых своих коллег типа Чулпан Хаматова или прочего, он там не голосит «Слава Украине». Ну, что было бы странно, потому что сведомые после смерти его отца ликовали, там, самый распространенный комментарий в соцсетях украинских был «Земля стекловатая», а кое-кто из коллег Олег Павловича Киевских даже выставился в том смысле, что неплохо бы прийти и испражниться на могилу Олега Павловича. Вот, просто чтобы мы понимали, с кем мы именно делаем. Опять же, в который я скажу, что песня совсем не о том, с Табаковым, с Павловым, я, если буду говорить в третий раз, то буду говорить только про его киноработу, пока ему хотя бы 40 не станет. А вы какое блюдо предпочитаете? Грешливой каша растопить надо. Масло? Лучше сливочное. Не масло, нет. Чего? Сначала ты бекон режешь? Ну, а, да, бекон. Нет, мы уже ушли от этого, от бекона категорически все. Нет, я хочу знать, это рецепт. Но он любит. Андрей, ты знаешь, я сам с собой мучаюсь. Все знаю, все понимаю. Мучает меня Мариночка. Правильно делает. С уважением. Так, про бекон очень интересно. Да, ну вот когда я начинаю, это вот мелко-мелко бекон, выделяется жир. Жир выделяется. И я туда еще ручку, вот берешь ложку, хрустит. Да хрустит, да. Ну, это я тебе должен сказать, просто вкуснее. Павел Олегович, вы разделяете? Да, я пытаюсь иногда повторять, но так как Олег Павлович это делает, мне не получается. А на сцене получается, как Олег Павлович? Готовить? На сцене. Готово. Играть получается или нет? Ну, это художественный руководитель пусть судит. Ну, художественный руководитель не решает, наверное, что есть на завтрак, на обед, на ужин. Пусть я так понимаю, что жизнь-то уже самостоятельная. Да. Нет, я люблю стейки делать. Я люблю Пашину стейки. Как мать отреагировала, когда сын ушел из дома? Вы знаете, на самом деле у меня не было вот этого ощущения. Во-первых, Маша достаточно маленькая была, у меня не было ощущения, у меня, видимо, такая с ним сильная связь, что у меня нет ощущения, что он не с нами. Он все равно, то есть мы в театре очень часто видимся, мы, он часто к нам приезжает и бывает. Пашкевич? Ну да. Да нет, он... А, все-таки... Он часть целого. Вот. Это абсолютно, это единое что-то. Вот. А потом, знаете, мне главное, чтобы сыну было хорошо. Вот у меня нет какого-то такого эгоизма. У него очень такая вот девушка, которая нам очень нравится. Это моя жена, мы будем жить здесь. Сын да любовь. А вы, кстати, очень редко появляется в инстаграме, по-моему, единственная фотография вашего родителя, вот, из-за того, что... Нет, у меня две фотографии, Олег Павлович. Есть две, да? Значит, вторую я не узрел. Вы видели, да, эту фотографию? Вы знаете, я нет, я вот тоже увидела, думаю, интересно, чья это фотография. Ты видишь? Я не... Видишь, как один... Да, потому что... Да, я не знала эту фотографию. Вы не видели, да, Олег Павлович? Нет, это и нет. Нет. Как вас видит сын? Это то время, когда я еще толстый был. Какое-то это лето, ты чего? А тебе кажется, ты сейчас не толстый. Вот это потому, что Олег Павлович не дружит с интернетами, как он сам говорил. А почему так редко появляются родительские фотографии? Ну, все-таки это... Семья, это семья. Так. Это как-то личное. Я и говорить про семью не очень люблю, потому что это какое-то мое родное, близкое. Марина Вячеславовна, а вы тоже какой-то, как дочь ваша, выбрали фотографии? А нет? Сейчас я посмотрю. Мария опередила. Да. Так. Вот Павлик. Так, вот Павлик, да. Это фотография Павлика. И партик. Это его дебют на сцене Московского художественного театра, на маленькой сцене, на новой сцене. Маша тогда была совсем маленькая. И мне... А сколько лет здесь? Паша, 10, наверное. Маша, скажите, 11. Нет, я тогда прогуливал уже школу. 11. 11-12? 11-12. Потому что она же на 10 лет тебя младшая. На 11. 12 точно. Потому что я прогуливал школу и ходил в компьютерные клубы. Угу. Угу. Угу.